Друзья, доброе утро! Ведущий, я спешу представить вам присутствующих здесь дам Юлия Дудникова, моя своя ведущая, вы ее прекрасно знаете, а вот Алену и Марию представлю с удовольствием. Михальчева Алена, форвард, Мария Перестяк, все правильно? Верно. Молодец, защитник, полузащитник. Девушки представляют у нас рэгбейный клуб Енисей СТМ. И сегодня вот мы выходим за рамки, так сказать. Да, вот сейчас сломан мой стереотип относительно того, что рэгби это суровая мужская игра, там нет места девушкам по определению. Похоже, что это не так. Не так. Рассказывайте. Вот насколько это все-таки жесткая игра? Не страшно вам? Просто я, насколько я смотрела мужские схватки вот эти. Все хорошо. У меня эмоционально. Просто я действительно много раз смотрела. Мы не отправим тебя в рэгби, все будет нормально. Мужской рэгби это достаточно жесткая игра, ну и страшно смотреть на это. Как вы там в вам участвовать вообще? Ну, поверьте, женский рэгби еще жестче будет мужского, потому что само слово женщины, все понятно. Понятно. Просто официально существуют женские рэгби, мы должны это принять, да? Официально, да. Официально где-то проходят соревнования? Есть. Даже на Олимпийских играх будет в Рио-де-Жанейро. И вы сражаетесь с какой-то другой женской командой, а не с мужской? Их очень-очень много, женских команд, поэтому на мужские нам все равно. Тогда я с Надеждой хочу простить, может быть у вас какие-то другие правила, там может что-то помягче. То же самое, все абсолютно. Все та же вот эта силовая борьба? И правила те же самые, силовая борьба та же самая. То есть абсолютно то же самое, только играют там мужчины, а здесь женщины. А как вот ваши родители отнеслись, что вы выбрали такое увлечение? Хороший вопрос, хороший вопрос. Нормально. Я просто до этого занималась кикбоксингом 7 лет, и поэтому моих родителей это абсолютно никак не удивило. О, а правила регби позволяют использовать приемы кикбоксинга? Нет, нет, это запрещено. Просто просил, просто просил. Ну вот у меня многие красноярцы, да и мы с Алексеем мы даже не знали, что есть РБИная команда. Расскажите сейчас, что у вас, какой этап идет? Закончился уже турнир или нет? Какие планы на будущее? Ну у нас закончился чемпионат России, вот буквально в начале октября. Сейчас команда у нас находится в отпуске, ну и игроки, которые попали в сборную России, начинают сезон там с 25 октября, у нас уже первый сбор, мы готовимся к первой мировой серии, это в Дубаях. А вы попали в сборную России? Конечно. Да. Кто вас? Поздравляю. Вот знаете, считается у нас в Красноярске сильнейшие рэгбисты мужчины, то есть в Краснояре не все остались здесь, но что касается женского рэгби, как стоит эта обстановка? Ну мы тоже неплохи. В этом году, получается, вот Красноярске мужчины заняли первое место, и у женщин тоже чудом выиграли девочки тоже Красного Яра, ну а мы, получается, стали вторыми на чемпионате России, на Кубке России. Ну в общем такая же ситуация, это уже Красноярске и женщины в рэгби тоже лучше всех. А если брать вот такой, ну, мировой расклад, да, по чемпионству в рэгби, ну я знаю, что сильнейшая команда, это что там Новая Зеландия, там... Ну мужская, это касается мужской команды. Да, мы сейчас про мужчин говорим. А где самые вот женские команды, где мы их найдем? Самые суровые? Ну да. В Новой Зеландии, Австралии, Канаде. И девушки, и мужчины, они в общем... Культ рэгби. Да? Культ рэгби. Да, Францию тоже. Понятно. Относительно вот мировой Сирии, да, кто для вас самый такой сложный соперник, с кем придется реально в общем, может это кикбоксинг и дело дойдет, не знаю. Все. В Дубае с кем будете играть? Или там вы будете какой-то... Ну там же по группам играем. Я честно, я такой человек, я немножко невнимательный, не помню свою группу. Но я думаю, в скором времени это будет известно в интернете. Так как это будет Олимпийский год, то я думаю, что те команды, которые еще не отобрались, ну а их в принципе, которые будут играть в мировой Сирии не так много, будут играть достаточно жестко, проявлять себя, в том числе и мы, потому что мы еще отбор не прошли, и вот в июне следующего года уже решили. Алена, Маша, но визуально вы производите приятное впечатление. За этим стоят, я понимаю, много работы и тренировки. Сколько раз приходится... Как вообще вот ваша жизнь изменена в связи с тем, что тренировочный процесс в ней присутствует? Да я думаю, что мы пока никак, потому что это с детства как бы шло. Учеба, тренировки... Сейчас это тренировки, это наша работа. Поэтому тренировка, работа... То есть у вас с мотивацией никаких проблем. Это нам себя надо заставлять, а не пробежался бы ты с утра. У вас это норма жизни, да? Ну да. Вы на работу встаете и приходите. Вот у нас то же самое, тренировка это работа. Сколько вот раз в день у вас тренировка, сколько она часов длится? Две тренировки в день в основном. По полтора часа, по два. То есть достаточно много. Нормально? Две тренировки в день. Да я лично сегодня буду звонить в аппарат президента и просить для вас звание Героя Совета России. Потому что это потрясающе. Девчонки, большое спасибо. Время поджимает. И что у нас далее на очереди? Далее у нас пожелание удачи, успехов, побед. Разберитесь, пожалуйста, за меня. Там снова желание.